У комсомольских педиатров самое активное время. Работы прорва. Народ болеет ОРВИ. В поликлинике большие участки, да и народу обслуживают здесь 20 тысяч человек со всего района. Поэтому, увы, без очередей не обходится. Классический трудовой распорядок нарушил визит губернатора. Станислав Воскресенский в каждом муниципалитете проверяет медучреждения. Здесь особых проблем нет. Врачами укомплектовано на 82%. Не хватает только онколога и гинеколога. С оборудованием проблемы тоже решили. У нас нет своего маммографа в Тейково. В свое время была выделена газель 12-местная. И нашим транспортом каждую неделю пациенты перевозят на маммографию. Из доставленного оборудования у нас есть цифровой флюорограф современный. Рентгеновская служба работает в полном объеме. Два УЗИ аппарата. Также мы делаем УЗИ сосудов. Острая проблема районных больниц – изношенный парк автомобилей скорой помощи. Комсомольск не исключение. Здесь с нетерпением ждут новую машину. Ее доставят до конца года. Потребность велика. На федеральной трассе, что неподалеку, часто происходит ДТП. Поэтому в районы, через которые проходят транспортные магистрали, новенькие машины скорой передают в первую очередь. Мы в этом году получаем 21 машину и дополнительно еще 10 автомобилей. То есть суммарно 31 автомобиль. Это позволит нам сократить степень изношенных машин. То есть вывести из эксплуатации уже машины, на которых невозможно квалифицированно и качественно оказывать медицинскую помощь. И сократить общий уровень износа до 45%. То есть нам в ближайшей перспективе нужно еще где-то порядка 40 машин будет менять. Губернатору озвучили проблемы со сломанным флюорографом в селе Песцово Комсомольского района. Пациенты для снимков вынуждены ездить сюда. Станислав Воскресенский отметил, что вопрос этот будет решен, ровно как и вопрос с мамографией. В следующем году в регионе появятся передвижные профильные комплексы.